Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Забрел я на фонтанку, дом 24. Это дом безобразовых, доходный дом Яф. Архитектор Яфа, Яфа Людвиг Федорович. Здание строилось и перестраивалось для разных владельцев, разные годы, 18-го, начало 19-го века, 1882-е годы и так далее. Тильклектика. С 1883 года дом принадлежал, был куплен покупчей крепости от Яфа. Уральскому предпринимателю Альфонсу Фомичу Поклевскому Козе. Вот двойная такая фамилия. Это был российский предприниматель, виноторговец, горный и золотопромышленник. Один из основателей азбестовой промышленности на Урале. И первый пароход на реках Западной Сибири. Ну, то есть, вот такой багач, такой предприниматель. Представитель литовского дворянского рода Козелла Поклевских. Видимо, вот так звучит фамилия. Ну, вот, в частности, я тут интересно нашел. Было у него производство в селе Тарицкое. Так вот, перед Первой мировой войной, это Тарицкие заводы вырабатывали ежегодно более 800 тысяч ведер спирта, 800 тысяч ведер пива и 13 тысяч пудов дрожжей. Пиво было разное. Венская народная столовая, экспедиционная, баварская, русская. Цена на рыбицкой ярмарке, а была такая ярмарка, была очень невысокая. Венская стоила рубль 80, баварская рубль 50 и русская рубль 10 за ведро. Нет, одну бутылку за ведро, а в ведре было 20 бутылок. Альфонс Фомич, он и его дети, в том числе дипломат Станислав Поклевский-Козелл, жили в этом доме. На фронтоне, кстати, есть буквы ПК, фамилия Поклевский-Козелл. В этом же доме в 19 веке проходили собрания масонской лужи, ведь как интерес. В 1916 году размещались художественные выставки из Польши, различные выставки картин из частных собраний. К своему отцу в этом доме заходил и пьесты. Был такой декабрист, кто еще помнит. Здесь в 1852-х годах частенько бывал Петр Ильич Чайковский у своего младшего брата Модеста Ильича. А Модест Ильич Чайковский был литературный критик, театральный критик, русский драматург и оперный либретист. Кстати, здесь Чайковский познакомился с Чеховым. В доме умер Яков Петрович Полонский, русский литератор, поэт. Здесь проходили пятницы, Полонск, вот так они назывались. Собирались поэты, ученые, различные интересные люди. Григорович, Достоевский, историк Соловьев, Коне. Коне, кстати, был российский юрист, судья, государственно-общественный деятель, литератор, судебный оратор, действительно тайный советик, член Государственного совета Российской империи, почетный академик Санкт-Петербургской, Академия наук по разряду изящной словесности, доктор уголовного права Харьковского университета, профессор Петроградского университета. Вот сколько летели. Рубинштейн, русский композитор, пианист, дирижер, музыкальный педагог, тоже здесь жил. Господин Натсон, русский поэт. Здесь же в 1923 году, кстати, располагался Петроградский губернский революционный трибунал. Неплохой домик для трибунала. Потом здесь были детские сады, различные сообщества творческие, антикварный салон и так далее. Этот дом включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального общероссийского значения. Да, вот совсем забыл. Здесь, кстати, еще был Владимир Ильич Ленин. Проходило совещание членов ЦК РСДРП. И там присутствовал Владимир Ильич Ленин в декабре 1905 года. А в этом доме появлялась Мария Андреева. Это гражданская жена Максима Горького. Она была актрисой. И театральные критики ценили за утонченный лиризм, поэтичность и поленительную женственность. Действительно симпатичная женщина. А бывала она, потому что здесь жила ее сестра. В этом доме также жил изобретатель Яков Модестович Гакель. Русский советский инженер, который внес значительный вклад в развитие отечественного самолета и теплостроения. Первой половины 19 века. Ученый электротехник. Жил военный инженер-полковник Рит. Но о нем что-то я не нашел никаких данных. Гражданский инженер Николай Николаевич Никонов. Один из известных зодчиков Санкт-Петербурга 19-20 веков. Который очень плодотворно работал в области церковной архитектуры. Огромный перечень его работ. Иоанновские женские монастыри. На набежной реке Карповка. Покровская церковь. Братский дом на Боровой. Но тут большой перечень перечислять не буду. В Терриоках, кстати, он построил, участвовал в строительстве церкови Казанской иконы Божьей Матери. Большой перечень очень. Жил гражданский инженер Павловский. Член правления общества гражданских инженеров. Он тоже построил несколько зданий для учебных заведений. Комплекс сооружений мусоро-разжигательной станции. Ташкентская улица. В Скове выполнил проект расширения духовной семинарии. Такие люди. Жила здесь и общественная деятельность Анна Павловна. Философова. Она, кстати, была старше из восьми детей пермского Кобза Павла Дмитриевича Дягилева и Анны Ивановны. А Дягилеву было известной театральной деятельной Сергея Дягилева. Проходился ей племянником. Философов вместе со Стасовой и Трубниковой учредили общество доставления дешевых квартир и других пособий нуждающим жителям Санкт-Петербурга. В 1859 году. И выступили инициаторами создания Бестужевских курсов. Вот такой дом с огромной историей, историей людей, которые здесь жили. Я всегда говорил, что ну дом и дом. Ну красивый, здорово сделанный, красивыми рюшками различными. Радует глаз. Самое главное, кто в этом доме жил. Вот посмотрите, сколько людей известных жило в этом доме на Фонтанке 24. Ну вот, как Муд рассказал вам. Все, всем пока, всем привет. На Фонтанке его точно увидите. Он выделяется. Все, пока. Всем привет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok